Правильно? Он Бог и Бога-человек. Второе лицо Троицы, не просто пророк. А почему он у нас тогда был пророком, Иса Байрамба? А вы за это должны сами ответить. У нас в Библии написано, кто будет учить не так, как написано в Евангелии, а нафи моему. Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Проклятие Бог накладывает. Иисус умер за наши грехи. Он спаситель, это не религия. Он умер, а у вас Иса, который говорится, он просто вознесся. Но он придет судить мир. Вот в чем суть-то еще. Он умер за наши грехи. Я разговариваю, когда мне Господь позволил написать 38 томов книг. Я решил подарить библиотеке мира. Господь, Бог благословил. И мы проехали 120 тысяч километров. Я живу в Барнауле, Алтайский край. Доехали до Владивостока, а потом до Лиссабона. Шесть мусульманских республик прошли и Турцию с той стороны. И ночевали в доме Муллы. Потом пошли в мечети. Я в мечети молился. А потом в одном городе комната для намаза. Попросили нам, открыли. Мы разулись и там молились. Я мусульман очень хорошо знаю. И нам, мусульмане, дороги встречались нигде, ни разу плохого не сделали, не сказали. Они нас берегли. Мусульмане очень любят, когда люди молятся. А мы молимся семь раз в день. У вас пятикратный намаз, у нас семикратный. Сто поклонов. Вот так. У меня дедушка привечал мусульмана. Их там кто-то. Ну, в деревне проезжают-то. Ну, мусульмане. Какие там. А он принимал их и кормил, и поил. Мой дед по матери, Егор Иларионович. Они у него ночевали там. На лошадях ночом были. И однажды он поехал туда и в аул попал к ним. Так они его стащили с телеги, на руках пронесли и кричали. Это тот, который нас принимает. Они очень благодарные. Мусульмане. Так что и мусульманство, и христианство – это два пути к Богу. Да, два пути. Да, да. Все правильно. Я, видишь, говорю, мусульмане, что… В Библии сказано, нельзя ни одной религией ущемлять. Понимаете, не о религии сейчас речь ведем. Во спасении спаситель. Религия не спасает. Иисус умер за нас. Вот это все в этом. Он умер, мой грех взял, понес. Теперь я говорю, Господи, прости. И он мне прощает, потому что грех уже отвечен. В Ветхом Завете у пророка Исаии, 53 глава, говорит, Он, Христос, был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, его распяли. Ранами его мы исцелились. Это за 700 лет до Христова рождения. А ваша-то религия пришла через 600 лет. Ваш основатель Мухаммад умер в 632 году. Я когда разговариваю с мусульманами, скажите, Христос брал оружие в руки? Оружие там, меч, нож, стрелять нигде нет этого. Он сказал, вложи меч в ножны, люби врагов. А ваш основатель брал? Да, брал. Сколько битв у него было? Битвы, ну, сражений? Не знают. Я говорю, слушай внимательно. 72 сражения он провел. 72. Из них было оборонителей только 2. А остальное караваны грабили. Вы историю не знаете? А история... Вам слуха лет? А? Вам слуха лет? А как думаешь? Ну, лет 60. 80? Да к меня за веру сажали. Благодарь Богу, мать тебе здоровья. Спаси Христос вас. Вот, понимаете как? Нам делить нечего. Я у мусульман подчеркиваю, как они умеют женщин хранить. Они сохраняют их. Как они одеты. А вот вы если к нам зайдете, он на наш YouTube, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы увидите, как у нас одеваются люди. Они в два платка, как хиджап на них надеты. Люди все с бородами. У нас не бреют бороды. Не как у мусульман усы сбревают. Нет. У нас, когда тут работают, бывают туркмены на дорогах. А мы идем из церкви, из храма. А наши женщины идут, платья до земли. А эти сразу мусульмане. Наши сестры идут. А мы говорим, это православные. Нет, это наши. Они видят, остальные это в штанах там какие. Мы очень сильно обращаем внимание на воспитание детей. На женщин. И тут нам мусульмане показывают пример. Я должен открыто говорить это. Меня за это обвиняют. А, вы мусульман хвалите. Они только голову режут. Мы в Чечню поехали. Говорит, не ездите. Мы были там два или три раза. И нас приняли как родных. Да, конечно, это люди говорят, мой, мусульманы, террористы. Да нет. Террористы это террористы. Это другие люди. Просто похожи на мусульманов. Нет, они мусульмане. Не похожи. Мусульмане. Но они так понимают. Я как-то сказал. Вот если сейчас ИГИЛ. ИГИЛ, который воюет. Ну, все в Сирии. И вы. И дать каждому из вас Коран. Вот. ИГИЛу дать капитру и Коран. И этому. Те, которые воюют, они вас победят. Потому что они правее вас. Все, что они делают, они строго сверяются с этим. А здесь бывает и свинину едят. И не годится так. Ну, в Коране же такого нету. Ни в одном месте. Ведь не сказано, что убить человека ради Аллаха. А у язычника истреби, если он не платит налоги. Это не написано. Вы не знаете. Если говорить, я вам сейчас буду открывать суры, аяты. У меня мусульмане сразу вот так руки поднимают. Так почему я не имам? Я говорю, я Богу служу, православный. Нет, а вообще такого же не написано же в Коране? Написано. А вот христиан, христиан не убивать. Христиан. Но чтобы они платили налог. Там закят сколько? Одна двадцатая часть. Это, понимаете, когда я открываю, показываю, он не знает. Не считал. А начинает сначала даты. Я говорю, я и Библию, я изучаю. Пятьдесят шесть лет этим занимаюсь. Работаю и все время занимаюсь, пишу. Мне очень интересно это. А пророк Мухаммед тоже же был? Ну, был он, был он. Умер в шестьсот тридцать втором году по нашему летоисчислению. Отчего умер, известно. И, ну, я просто все рассказываю людям, когда. Но я никогда не называю никого, чтобы вас не раздражали. А сам-то он был такой, у него все идеальные качества, да, были? Кто? У Мухаммада, пророка. У него все качества идеальные, да, были? Ну, у него сколько же он было? Две или три? Четыре. А я еще, когда с ним легла спать, сколько ей лет было? Это вы не знаете. Почему я вам должен говорить? Вы меня спросите, Иисус, когда родился, Богородица Марьям, у вас называется, сколько лет было? Четырнадцать с половиной. Рано выходили. А она еврейка. Вот смотрите, евреев тринадцать миллионов, и там по берегу маленько так живут-то. Мусульмане, которые рядом окружают, в пятьсот раз больше территории. И война за войной против Израиля ничего не могут сделать. Почему? Предсказано по Библии. И они не могут... Пятьсот человек на одного. Вот еще бы не победить-то. Не победить. Это Бог так назначил. Бог. Я разговаривал с мулами на одном собрании у них был. И говорили. Они говорят, Горяна Масли, сын Марьями будет нас судить. Я говорю, он как раз и будет судить. А они вернулись с Мекки, с Медины, сидят там, щетки такие же вот. Но у них там меньше. У нас сто, сотница поклонов. У меня с ними всегда были очень близкие отношения. Мне многое нравится. Но Христа нету, там нету прощения грехов. Я с ними беседовал. Я говорю, вот поймали блудницу, нехорошую женщину. Или человек там убил ребенка. Его посадят? Конечно. А теперь он знает, что завтра его казнят. Но он душу имеет. Как ему спастись? Да никак. Вот это и оно. А у нас он молится. Христос. Прости меня, я верю, ты умер за меня. И Господь прощает. Потому что грех уже прощен в страданиях Христовых. Это очень непросто. Дальнейшая жизнь после смерти ведь не есть? Да. После смерти это Моуди Младший написал. Когда люди обмирали. Клиническая смерть. И он где-то около двух тысяч человек записал. Что видели? Все видят, как бы труба, там несется человек. И что он видит? Обмирал. То есть на той стороне, что видел. А я не верующий. А не верующий ты кто? Я человеку отвечаю. Кто ты такой? Тут мусульманин один начал хамить и ругаться. Я говорю, у вас старших уважают, так сказать. Вот ты что такой хам? А он еще больше... Ну, видно, что он еще не знает. Я говорю, настоящий мусульманин тебе бы сейчас подсказал, как надо вести себя. А он ругается, матерится. У нас еще хуже есть. Ну, нельзя так, я говорю. Тем более у вас так строго. Мы в пример вас ставим в этом вопросе. Вот вы так много знаете. Хотел бы вопрос задать. Вот мне сейчас... Давайте. 21 будет. У меня чуть проблемка с ростом есть. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Личного ничего не надо. Вот если вам надо будет еще встретиться, то в скайп зайдите, Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Личного ничего не надо. У нас все записывается, выставляется в интернет. На данный момент тоже? Конечно. А вы ничего плохого не сказали, ни мусульман не обидели. Вы вели себя очень прилично. Я рад, что с вами встретился. А вот рост мусульманий же на данный момент очень большой. Знаете, вот здесь вот, в этой рулетке, сейчас рулетки-то, 80% примерно мусульмане. А зачем они здесь? Они сидят группой тут. Я говорю, зачем? Ну, познакомиться. Я говорю, что ты знакомишь? У тебя 4 жены дома. За каждую колым платить. А тут 44 голые даром. Вот они захохотали сразу. Я говорю, я знаю вас, жеребцов. По весне на чужих кобыл прыгаете. А у вас YouTube-канал свой, да, есть? А, да. А как его найти? Что найти? И ваш YouTube-канал. Игнатий Лапкин. YouTube называется «Во свете Библии». Название канала. У нас на канале, на этом, на нашем, 14 850 роликов. Тысяч. А сколько людей на вас подписано? Сколько людей? Так, ну, 35 тысяч. А просмотров 34 миллиона. А что? Так у нас там все. И музыка, и еще только там нету. Мое вот стихотворение. У меня написано 4 тома стихотворения по 800 страниц книги. Каждая строчка занята. Ну, 86 стихотворений положено на музыку и песнопение. Вы, если музыку хотите послушать, мои стихи, вы можете найти, узнать только, написать песнопение Игнатий Лапкин. И вы там найдете разные названия. Я был начальник детства. А может, не будете закидывать ролик вот этот, который мы сейчас разговариваем? Ну и что? Ну, я против. Ну, мало что против. Это мое достояние. Я записываю, а не вы. Тут никак не... Вы меня записываете. Ну, записываем хорошо. Наоборот, вы радуетесь, что среди вас вот такие есть люди, которые такие выдержанные, прилично одеты. Ну, вы и выглядите прекрасно. Я хочу, чтобы вы были спасены. Да благословит вас Господь, чтобы вы нигде не пострадали. Потому что, если хорошо живете, у вас завистники будут... Так, все, отходим. До свидания. До свидания.